На днях Павел Прилучный дал повод для очередных сплетен. По себя в Инстаграм он разместил пост, посвященный Мирославе Карпович. Он поблагодарил актрису за то, что помогла ему в сложный период жизни, поддержала и была рядом. Мирослава прокомментировала пост смайликом в виде дружеского рукопожатия. Многие окрестили данный пост прощальным. Якобы таким образом Павел заявил о расставании с Мирославой. Как тут не поверить в расставание, когда с недавних пор Павел прямо называет себя холостяком. Показывая своим поклонникам, как ужинает в одиночестве. А в это время Мирослава одна отдыхает на курорте, либо проводит время с друзьями. Неужели после почти двух лет отношений роман Павла и Мирославы подошел к концу? На фоне слухов о расставании Павла Прилучного и Мирославы Карпович поговаривают о воссоединении актера с бывшей женой, актрисой Агатой Муцениеце. Давайте выясним, что же на самом деле происходит в жизни бывших возлюбленных. Неужели Павел хочет восстановить семью и вернуться к Агате? Почему Мирослава Карпович постит гневные письма хейтеров, в то время как Павел Прилучный развлекается в клубе компании красоток? Почему обычно скрытый Павел вновь публикует фото со своей бывшей супругой? И ни слова о Мирославе Карпович. Давайте разбираться. Свой крайний отпуск Павел предпочел провести не только в компании Мирославы. В Дубае в это же время улетела отдыхать и Агата с детьми. Возможно, пара договорилась вместе провести время в одном из детских парков в Дубае. На фотографии с отдыха, которую разместил актер у себя в Инстаграм, он вместе с Агатой и детьми позировал на фоне парка развлечений в Дубае и выглядел счастливым. «Как быстро растут дети?» – подписал Павел семейное фото. Следует отметить, что это первая совместная фотография бывших возлюбленных после развода. Тот факт, что пара вместе отправилась в Дубай на отдых, не оставил сомнений в том, что в отношениях Павла и Агаты произошли разительные перемены. Если раньше они сбегали друг друга, то в последнее время пара вместе с детьми отлично проводит время и выглядит счастливой. Сама Агата осталась в восторге от дня, проведенного вместе с Павлом и детьми. Она назвала этот день «Идеальным днем в Дубае». В поездке предшествовал день рождения сына пары – Тимофея. Павел и Агата вместе отпраздновали день рождения любимого сына. А сразу после праздника отправились отдыхать в Дубай. Кто знает, возможно, именно там они дали отношениям второй шанс. Но как же Мирослава Карпович? О возможном расставании Мирославы и Павла говорит тот факт, что в Дубае актер проводил не так много времени со своей девушкой. Там Павла застали в клубе в компании красоток. Он веселился в одном из клубов Дубая, но почему-то без Мирославы. Почему Павел не взял с собой Мирославу, оставив ее одну в номере отеля – непонятно. В своем недавнем посте Павел попросил всех, кто его прочтет, остановить волну хейта и ненависти в адрес Мирославы. «Она замечательная девушка, искренняя, добрая, чуткая, внимательная. Мира несет в этот мир много добра», – написал актер. Дело в том, что Мирославу Карпович продолжают травить из-за отношений с Прилучным. Роман Мирославы и Павла Прилучного не дает покоя поклонникам. Так некоторые совсем уж не сдерживаются в выражениях и пишут девушке откровенные гадости. Как-то Мирослава решила поделиться с подписчиками тем, что ей пишут. «Семью разрушила. Позор. Если бы не ты, то Прилучный так и жил бы со своей семьей. Разрушительницей семей». Возмущался один из подписчиков. Павел всегда ценил невероятную выдержку и доброжелательность Мирославы. Он гордится тем, что актриса занимается не только творческой деятельностью, но и помогает нуждающимся. Она детский психолог в онкологическом центре. Она очень часто туда ездит. Все, что благотворительность – это Мирослава. Делился актер в эфире программы «Ты не поверишь». 35-летняя Мирослава очень старалась ради отношений с Павлом. Во всем поддерживала актера. Приезжала к нему в больницу, когда тот получил серьезные травмы. Ухаживала за ним. Не постила фотографий с любимым. Именно потому, что так хотел Павел. Не давала интервью о личных отношениях с ним. Она нашла общий язык с детьми актера – Тимофеем и Мией. Они вместе отдыхали на море. А недавно Мирослава даже вышла с ребятами на одну сцену. После спектакля она появилась на подмостках театра под рукой с детьми любимого. Чем изрядно удивило публику. И вот после двух лет отношений с Мирославой Павел размещает в инстаграме совместную фотографию, где он не с ней, а с бывшей женой и детьми. А о Мирославе опять ни слова. И это как будто прощальный пост. А в ответ дружеский смайлик рукопожатия. А ведь еще год назад, на свой день рождения, Мирослава была счастлива в отношениях с прилучшим. Именно так она его называла. Праздник, который для нее устроил Павел, был очень романтичным. И тогда сторисы Мирославы просто утопали в сердечках и недосказанных признаниях любимому. Романтический завтрак в ресторане, полет на вертолете с надписью «Мирус с днем рождения». Все было просто волшебно. Сама Мирослава пока никак не комментирует происходящее в личной жизни. Возможно, пара решила тихо разойтись, оставшись с друзьями. Следует отметить, что Павел в последнее время стал очень откровенен в своих соцсетях, что совсем не похоже на актера. Поклонники же рады тому, что любимый актер делится с ними своими мыслями и чувствами, приоткрывая тайну своей жизни. В настоящее время Павел весело проводит выходные с детьми. Мы решили, что сделать бы, решили приготовить сосиски на чем? На гриле. Вон такие вот. А Агата приводит себя в форму в одной из детокс-клиник. Друзья, ну что я могу сказать? Сегодня вместо того на обед принесли крем-суп из шпината. Та-дам! Агата пока никак не комментирует слухи о воссоединении с Павлом Прилучным. Однако в своем блоге «Будни бабушки Агаты» она призналась, что в их с Павлом отношениях многое наладилось. «Темин день рождения прошел прекрасно. Я не снимала его особо, вы поняли почему. Потому что пришел папа. А он же вообще не любит, когда его снимают. Но могу сказать, что мы молодцы. Мы наладили коммуникацию. И для меня был большой подарок, что он пришел», призналась Агата. Актриса также отметила, что родители должны постараться сделать детей счастливыми. «Мы с вами несем ответственность за наших детей. Надо по максимуму делать так, чтобы они были счастливыми. Засунуть свои эмоции и эгоизм куда подальше. И стараться ради них», – сказала Агата. Также поклонники выяснили, что несмотря на развод с актером, Агата не захотела менять фамилию и оставила фамилию мужа. «Раз, потому что я ненавижу волокиту документальную. Я готова носить любую фамилию, лишь бы не менять. Не хочу я вот эти все документы. А мне же это через Латвию надо делать. Сейчас пандемия. Ой, не-не-не-не». Отметим, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце не только вместе отдыхали, но и появились на премьере комедии «День слепого Валентина» 27 января. Правда, актеры позировали перед камерами отдельно. Ранее Агата отмечала, что не может наладить общий язык с Павлом и часто ссорятся с ним из-за детей, как кошка с собакой. Также она не раз признавалась, что сын и дочь переживают расставание родителей и хотели бы, чтобы они снова были вместе. При этом актриса откровенничала, что пока не готова начать новые отношения, потому что не может забыть бывшего мужа. Возможно, Агата таким образом дает понять, что не все потеряно и отношения можно восстановить. Что ж, видно, что паре удалось наладить общение, а там, глядишь, и до воссоединения недалеко.